Всем привет! Меня зовут Максим Кокошко, и сегодня я расскажу вам, как научиться летать во сне. Расскажу вам три способа. Представим, что вы уже осознали себя во сне. Посмотрели направо, посмотрели налево, посмотрели на объекты вдали, посмотрели и присмотрелись к объектам, которые вблизи, одним словом, закрепились во сне. И тогда можно уже начинать изучать мир осознанных сновидений. Первый и самый простой способ, как научиться летать, это делать небольшие прыжочки и смотреть, как вы опускаетесь, как вы левитируете вниз. Это будет очень сильно отличаться от того, как это происходит в этой реальности наяву. Второй способ, это когда вы хотите прямо уже далеко полететь, вы неким своим намерением начинаете устремляться куда-то высоко вверх. Но в этот момент важно, чтобы у вас не было каких-то других мыслей, например, что у вас может что-то не получиться. Нет, если вы начинают возникать эти мысли, то поверьте, с этим уже потом тяжело что-то сделать. Сразу отбрасывайте все и неким своим желанием и намерением устремляйтесь вверх и прыгайте и летите. Третий способ, и, пожалуй, такой немножко опасный, это просто спрыгнуть с края обрыва, либо с края крыши. Чем опасен этот способ? Тем, что некоторые могут не отличать ту реальность от этой реальности. Бывают люди, которые путают это, которые долго не спят, находясь в таком полусонном состоянии все время. И для них опасность заключается в том, что они в этой реальности смогут попробовать сделать то же самое. Но приглашаю вас на курс по осознанным сновидениям, в которых мы расскажем вам подробно о том, как можно летать во сне. Дадим энергетические практики, которые могут помочь осознать вас во сне. А также расскажем вам и другие возможные опасности, которые могут вас подстерегать. Приходите.